Обход территории депутат Московской областной думы Юрий Липатов и глава муниципалитета Алексей Спаскин на этот раз начали с улицы Школьной. Здесь проводятся ремонтные работы по расширению дорожного полотна, которые планируется завершить до 1 декабря этого года. Полноценная полоса для движения в ту сторону, она дойдет до кругового движения на перекрестке со Старой Нагорной улицей, а дальше она уже и так двухполосная. Второй точкой на карте прогулки стал Малый Тарычевский пруд около ЖК Зеленой аллеи. Здесь планируется благоустроить прибрежную территорию. До конца года будет завершено проектирование, после чего приступят к дальнейшей работе, войдя в государственную программу формирования комфортной городской среды. Прогулочные маршруты, веломаршруты, места отдыха жителей, в том числе для спортивного досуга, для амфитеатра, зрительной зоны. Здесь непосредственно предусмотрена такая смутеровая площадка. Затем Юрий Липатов поговорил с жителями дома 25 на проспекте Ленинского комсомола. В 2017 году в высотке обновили входные группы, но, увы, не заменили двери. Двери входные у нас страшные, где-то хорошие дома, потом внутри тоже хорошо, тепло, все, дом теплый, хороший, а двери вообще-то никуда не годят. Также жители пожаловались на ошибки в начислениях квартплаты от Мособл-Еирц. Представитель управляющей компании заявил, что о проблеме знает и держит ситуацию на контроле. Держим на контроле вопросы, связанные с ошибками в начислении. Какие-то шероховатости есть по Мособл-Еирц. Договорились с Мособл-Еирц. У нас в здании теперь раз в неделю по понедельникам будет работать их представитель и принимать население. Такие обходы территории Московской области осуществляются в рамках реализации проекта о прогулке по городу партии «Единая Россия». Юрий Липатов подчеркнул, что их цель – контролировать, как идет выполнение программных задач, поставленных правительством Московской области. Работы ведутся, и исполнительная власть на месте исполняет свои возложенные на нее задачи. Конечно, Московская область по многим вопросам стоит впереди всех субъектов Российской Федерации. В том числе и в решении задач, связанных с благоустройством территории и жилищно-коммунальных услуг в целом. Мы посмотрели несколько точек. Что-то из них совершенно локальное и будет устранено, поправлено или переоборублено в ближайшее время. Что-то давно назрело, как-то реконструкция дорожной сети внутри старого города. Что-то работа на перспективу, на то благоустройство, которое состоится в 2021, 2022, 2023 году. Но без этой работы тоже нельзя. Юрий Липатов взял все озвученные вопросы под личный контроль и заверил, что скоро приедет в Ленинский городской округ с проверкой вновь. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok